С вами Е-Кислород, меня зовут Андрей, я менеджер-консультант магазина и сегодня мы подробно разберем коляску Мева от польского производителя MyOne. Итак, коляска идет в одном размере под рост ребенка от 90 до 120 сантиметров. И сегодня мы с вами разберем ее функционал, ее нюансы, как она складывается, как представляется сидение. Также поговорим подробно о конкретных параметрах размера коляски. Размеры сидения в данной коляске меняются за счет вот таких мягких сужающих подушек. Итак, ширина сидения начинается у нас от 25 сантиметров и до 32 сантиметров. Высота спинки у нас стабильно 62 сантиметра и глубина сидения у нас от 25 до 28 сантиметров. Подножки у нас регулируются в пяти положениях от 17 сантиметров до 32 сантиметров. Это все основные параметры данной коляски. Итак, перейдем к функционалу. Что же она может? Ну, во-первых, это изменяемый угол наклона самой ручки. Далее, капюшон. У нас имеет, скажем так, летний режим проветривания. Отстегиваем вот эту секцию. И получаем вот такую москитную сетку, чтобы лучше проходил воздух. Скажем так, чтобы не было так душно под капюшоном. Далее, что мы имеем здесь? Это боковые упоры под голову и боковые упоры под туловище. Они могут изменяться в вертикальном положении как вниз, так и вверх. Также и в горизонтальном положении, уже шире. Далее, что мы видим, здесь вот такие вот сужающие подушки. Как раз-таки на маленький рост ребенка. Если же ребенок подрастает, эти подушки меняются на такие более тонкие. Вот так они крепятся. И, соответственно, коляской можно продолжать пользоваться. Также у нас есть боковые сужающие подушки. По мере роста ребенка их можно убрать. В комплекте идет сразу пятиточечный ремень. Далее мы видим обдуктор и ручку-барьер, к которой можно присоединить зимний мешок. Выглядит это вот так. Как видите, комплектация достаточно богата. Из еще приятностей также мы имеем сумку водонепроницаемую. Можно положить еще и дождевик, который идет в комплекте. Поэтому коляска, можно сказать, полностью укомплектована всем возможным. Перейдем к регулировке сидения. Итак, у нас можно менять угол наклона спинки. Смотрите, вот так. Скажем так, здесь еще создается дополнительная защита от ветра. И придание уюта. Чтобы данный угол изменить еще сильнее, нужно нажать на вот эти две кнопки. И можно опустить каркас коляски еще ниже. Теперь опускаем сидение. Точнее спинку. Вот видите, практически ровное положение лежа. Вот, также у нас доступна регулировка наклона голени. Вот, видите, можно сказать, лежачее положение. Но это еще не все. Здесь можно изменить угол наклона самого сидения. Просто потянув за вот эту ручку. Вот, раз. Тут четыре положения. Вот они, крайние положения. В этой коляске совместили, как вы видите, множество функций. И еще несколько возможностей по регулировкам. Но помимо угла наклона, также здесь можно в пяти положениях изменить еще высоту площадки под стопы. Просто перекрутив данные винты повыше или пониже. Как кому удобно. Еще здесь есть блокировка вращения колес. Механизм очень типичный для польских производителей. Итак, неважно, в какую сторону у нас смотрят колеса. Мы просто поворачиваем обе шайбы. И стараемся выровнять колеса. Все, выровняли, они автоматически защелкнулись. И дальше уже вращение у нас колес прекращается. Очень удобно, особенно в зимний период. Разберем еще такой интересный функционал, как переставление коляски на 180 градусов лицом к маме. Механизм крепления сидения к раме также очень популярны именно у польских производителей. Итак, что нам нужно, чтобы переставить коляску на 180 градусов. Здесь есть красные клавиши с двух сторон. Их нужно утопить вниз до щелчка. Я вам приложу фото. Сейчас вы увидите его на экране, чтобы вам было детально понятно, что и куда и как. Далее, просто взяв саму коляску, точнее сидение, толкаем его вперед чуть-чуть и теперь наверх. Все, сидение снято. Чтобы его поставить еще проще, просто заводим в паз и толкаем до щелчка. Все, сидение на месте. Перейдем к складыванию. К сожалению, данную модель нельзя сложить, не отсоединив сидение. Неважно, куда оно будет смотреть, либо лицом к маме, либо по направлению движения. Поэтому, чтобы сложить коляску, начинаем с такой же процедуры, как перестановка сидения на 180 градусов. Отщелкиваем красные клавиши вниз. Желательно, чтобы коляска была на тормозе, так просто удобней. И выводим ее из пазов. Вот. Раз. Первый этап пройден. Далее, зажав вот эту красную кнопку, тянем клавиши наверх и просто складываем раму вперед. Это один вариант складывания рамы. И второй, самый компактный, если того требует машина, допустим, какая-нибудь с маленьким багажником. Также можно очень быстро отстегнуть колеса, вот таким методом, просто нажимая на центр колеса и доставая его. С передними колесами все то же самое. Нажимаем на центр и они сами отщелкиваются. В таком положении рама занимает гораздо меньше места и уже войдет даже в любой седан. Сидение, конечно же, скорее всего, если багажник маленький, придется поставить на заднее сидение автомобиля. Вот вам, скажем так, полный разбор колясок. В заключении хотелось бы сказать про плюсы и минусы данной коляски. Итак, начнем с минусов. Первый и, пожалуй, основной минус это то, что нельзя сложить коляску, не соединив сидение. Не всегда это бывает удобно. Было бы очень хорошо, если эта функция бы все-таки присутствовала. Второй момент, это уже более эксплуатационный, не совсем удобная и быстрая смена именно высоты подножки стоп. Потому что, ну, кто это делал, кто менял, сразу меня поймет, что это не всегда удобно, не всегда быстро и также требует инструмент. Как минимум, ключик на 8 и крестовую отвертку. К плюсам же коляски можно отнести ее богатую комплектацию. Это и зимний мешок, и сужающие подушки, и дождевик, и капюшон. Скажу так, далеко не у всех колясок присутствует это именно в базовой комплектации. Здесь же это все есть. Еще хотелось бы отметить это интересное решение по поводу вот боковой шторки, которая защищает ребенка от ветра. Ну и плюс создает дополнительный уют ребенку. Итак, с вами был Андрей. Это компания Екислород. Если у вас какие-то остались вопросы, можете писать их в комментарии, либо позвонить нам. Напомню, наш магазин находится в городе Новосибирск по адресам Google 42 и Ватутина 12.